Какие программы? Какие программы? Мы с вами поговорим про задачу дизайна. Это среда программирования, которая позволяет программировать без какого-то умения программировать. Я специально решил рассказать именно про эту программу, потому что она под Windows. У многих из вас есть такой простой компьютер. В принципе, есть бесплатная ее версия, у которой есть некоторое ограничение, такое, как количество включаемых мониторов, разрешение, которое она рисует. В принципе, это для нас сейчас депринципиально. То есть, окончание 1280 по горизонтали для нас является критичным, может, нашим корректором как раз такое решение для людей. Эта программа очень популярна тем, благодаря тому, что люди, которые совсем, ну, не имеют опыта программировать, могут иметь что-то делать. А те, кто умеют программировать, могут расширять нужными модулями на битоне, на C++. В этом, в принципе, она подходит для всех вещей. Так получилось, что я на ней еще ничего не делал. Мне тоже было интересно что-то разобрать. Потому что какие-то проекты, типа звуковой арки, как раз на подобных программах можно делать с меньшим усилием, чем прожимирует это что здесь мы видим? Вот это блок, это блок, который просто загружен в некоторое изображение. Он передает, так, сверху, справа, выход. Он передает выходное изображение на следующий блок. Так называемый эффект displays. Этот эффект берет некий массив по горизонтали. Вот здесь блок, который генерирует как раз этот звик. То есть, черный это стик вниз, белый это стик вверх. Таким образом, на вход подается картинка и массив звик, который постоянно поменяется. И мы видим верхнюю пульсацию. Здесь мы видим, собственно, генератор. Это так называемый алгоритм Шумберлера, который генерирует случайные данные. Ну и какой-то подобный ему. То есть, это дальше случаем значение чисел, который выдаёт без всех случайных значений, а значения, которые меняются плавно. Смотрите, данные приближают даже на двух, но в целом не колеблются к этому. Минус одного, два, два. Вот. Итак, эти данные поступают сюда. Преобразуются в ряд результатных чисел и поступают на вход из place. Просто нужно, чтобы двигать картинку вот этой программы, нужно просто сделать перетаскивание выше. Колесо мыши можно угадать поближе. Ну, здесь некоторая парциклация идёт. И вот итоговое изображение. Если нажать на планшер 1, ну, мы увидим, как это работает на полном экране. То есть, это так называемый perform mode. То есть, режим презентации. То есть, как раз, когда мы выводим данные на проект. Если есть несколько проектов, то можно уменьшить для нескольких проектов. Та же дизайнер работает очень быстро. Впервые я его попробовал, когда мне требовалось на очень слабом топе попробовать свести несколько видео на подушке. Дело в том, что она в принципе работает, все они работают на КПУ, то есть на видеокарте, и все рисование, вся обработка по возможности не проводится в каждой видеокарте. И поэтому она работает чрезвычайно эффективно. То есть, с видео, с изображениями. Даже доставка компьютера, которая позволяет записывать ее в JSON программу. К сожалению, если у вас старый нот, то вы при запуске получите сообщение, что ваша видеокарта слишком слаба. Но в целом тут, скорее, это имеет значение. Сама видеокарта, насколько она старая, потому что топы с элементами, даже с интервью видеокартами, они у них работают в тач-дизайнере. В тач-дизайнере, чтобы создать много лет, да, вот их можно сделать. И вот мы здесь видим набор из шести пунктов, которые можно выбрать. Топ, самый основной. Топ, это текстурный оператор. То есть, это все элементы программных дизайнера называются операторами. Топ, это оператор, который работает с изображением. Например, здесь есть самое важное movie file in, movie file up. Это объекты, которые позволяют создавать, загружать программу изображения. Comp. Это объекты типа слайверов, источник освещения, камеры, т.д. то есть, какие-то композиции. ЧОП. Это данные для графиков. График, который мы сейчас видели, это как раз ЧОП. То есть, сюда поступают данные со звука, различных генераторов, ОУМ, и они позволяют добавлять параметрами объекта. СОП, это все, что связано с графиками. Это серферс-оператор, то есть, оператор поверхности. Они позволяют создавать системы частиц, партику, рисовать сферы, как-то их трансформировать, изменять. То есть, это все, что связано с двумерной и трюмерной графикой, и создать какой-то геометрий мат. Это связано с материалами. То есть, это просто настройки материалов, когда мы работаем с людной графикой, создаем какие-то там источники освещения. Нам нужно, чтобы источник освещения правильным образом отражался от поверхности. И для этого мы должны построить свойства материалов диффузного отражения, объектный свет, длитий на поверхности. Это все, что связано с внешним миром. То есть, если мы хотим передавать данные по сети, сарду и видно, считывать данные из текстовых файлов, например, можно запустить данные сейсмологии, и их как-то визуализировать, получение данных по миди. В общем, все, что связано с получением данных из рэма, то есть, можно какие-то курсы валют, видимо, считывать. Все находится в данных. Таким образом, мы с вами имеем набор объектов оператора для работы с изображением, с примерной графикой, с интерфейсом, то есть, созданием слайвера, и с работой с внешним миром. То есть, в принципе, все, что нам нужно, здесь уже есть. Сейчас мы с вами как раз попробуем. Я теперь хочу сделать объект, который совмещает эти два изображения, как называется, как называется. Он расположен в том, с обязательством объекта. Я его выбрал, он указывал в мыши, и там все свои расходы. Он помечен сейчас, смотрите, к разным объектам, потому что у него нет, если у него нет объекта, то он всегда сделает объект. И пишет, что не достаточно, он указывает на входных источник. Мы сейчас эту проблему разрешим. Мы берем выход с нашей палочки и перетаскиваем его к входу где-то в композиции. Все, прям появилась палочка. Теперь мы берем банан и перетаскиваем его к входу вот. Смотрите, там сейчас в теоретке перемножилось. То есть каждый пиксель перемножился. Нас это не устраивает, давайте отредактируем. Чтобы редактировать свойства, нужно нажать дальше туда, и развлекаем свойства. Вот, видите, операнты Multipline. Я сейчас смотрю наложение с помощью путем суммирования. Можно сделать Apple Blending, но для моих целей здесь кажется лучше. Суммироваться много. Режим наложения в этом режиме с помощью добавления называется аддитивный Blending. Он имитирует, как будто вы несколько проекторов направляем на одну точку стены. На одном проекторе одно изображение, на другом другое, на две, на третье. И все эти яркости, они суммируются. Вот. Вот это такой естественный режим изображения. Он используется, конечно, часто для биджеинга, для живых инсталляций. Режим наложения Alpha Blending, который вы в Photoshop знаете. Он как бы хорош, но он моделирует, как будто вы конструируете мультфильм из детских слоев. То есть, на одном слое прозрачный мы нарисовали фон, на другом мы нарисовали один объект, третье. И наложили стоп против K или друг на дружку. Вот. То есть, создание, например, мультфильмов лучше режим Apple положения. Вот. Вот теперь у нас одно изображение, под другим. Но для интерактивных вещей можно использовать вот такой режим. А можно взять одну, например, картинку, а сверху картинку? Может, и ее? Да. Можно переналожить. То есть, тот объект, который мы загрузили, он мультфайл. То есть, он изображение воспроизводит и видео. Конечно. И этим как раз вот, да, то есть, конечно же, здесь можно показать видео, и они будут немножко попадаться. Единственное, что это программа под Windows, и у нее есть известные ограничения на видео с сайта канала. То есть, вот на других операционных системах там нет проблем, а здесь есть. Поэтому, как раз вот, если вы берете видео, берите в черном фоне и попробуйте. Ну, смотрите, в режиме аддитивного наложения, неважно, наложен порядок. То есть, переменные порядка слагаемых, сумма не меняется. Поэтому, как раз, этот режим классный тем, что вы можете добавлять-добавлять, он будет добавляться. Если же мы сейчас делаем режим наложения здесь можно менять порядок, вот порядок правого нижнего угла, скажем. Как будет вы видеть XOR и все причем продолжение? Ну да. Недостаточно. А, ну видимо, смотрите, XOR здесь, видимо, работает по факту. Есть пиксель или нет пикселя. Поэтому, там, где все три слоя есть, то вот где есть банан, где есть бабочка, где есть видео, там мы что-то видим. Причем мы видим самый нижний слой. Вот. А там, где бабочка и видео, там ничего, потому что пиксель с пикселем. То есть, видимо, XOR здесь работает как маска. То есть, берется нижний слой и на него еще в порядке накладываются другие слои, как маски. В принципе, это хорошая инфекция, его помощью можно ну, какие-то интересные такие условия, что-то, например. То есть, накладывая объемы маски. Интересные эффекты он используется. Ну, ясно, что теперь вы вот с помощью этой конструкции можете комбинировать и создать один другой слой, создать тоже второй. Потом, выходы с этих двух компов композиции объединить снова еще. То есть, вы можете полностью воспроизвести любую систему флореров, какую у вас будет. Это шок и квадратный эффект. Только здесь у нас. Ну, в реальном времени. Потому что давайте теперь выдадим V, нашу основную картину. Выдадим теперь это изображение на полный экран. Ну, вот. Ну, это сейчас мы получили такие самые изображения, которые центрированы на экране. Для нашей же цели, по минимуму, если говорить про проект «Звуховарка», мы должны создать несколько видео и разместить их. По некоторым... ... ... ...